Доброй ночи, Евгений. Расскажите, пожалуйста, по какому поводу нас решили посетить и смотрю не с пустыми руками. Доброй ночи. Я представляю компанию iCleaner и нас пригласили провести профилактическую дезинфекцию этого помещения. Проводить я буду с помощью вот этого аппарата, это озонатор. На сегодняшний день это самый мощный дезинфектор. Я не знаю более эффективного. Не надо его путать с ионизатором воздуха, это разные вещи. Кварцевание тоже не то. Расскажите, как он работает. Озонатор – это прибор, который прокачивает сквозь себя воздух и из кислорода, который содержится в нашей атмосфере, в нашем воздухе, он делает озон. Озон – это очень мощный окислитель. Он убивает абсолютно все бактерии, микробы, вирусы. У одноклеточных нет ни единого шанса выжить. Скажите, а для человека он безопасен? Нет, для человека он опасен. Во время работы этого прибора в помещении никого не должно находиться. Ни людей, ни животных, ни растений. После обработки помещения озонатором должно пройти примерно 2-3-4 часа, чтобы газ поработал, впитался в стены, в ткани, абсолютно везде. Он дезинфицирует и стерилизует на 100% все поверхности. А расскажите, где он применяется и в чем отличие озонирования от кварцевания? Дезинфицировать этим прибором можно любые помещения, офисы, складские, жилые, автомобили. Некоторые спортсмены, в частности хоккеисты, этим прибором дезинфицируют свой экипирур. Еще этот прибор используется в некоторых больницах, в операционных, перед тем, как зайти туда на операцию. Кварцевые лампы, они очень классно убивают микробов, но у них есть очень большой минус. В тени они не убивают никого. Вот представьте, стоит стол, на столе лежит шариковая ручка, и вот в тени этой шариковой ручки микробы себя чувствуют превосходно. Вот теперь представьте, сколько здесь теневых зон. Сотни, тысячи. На дезинфекцию этого помещения нам понадобится примерно 4 часа. Через 4 часа мы вернемся и выключим его. Продолжение следует...